Добро пожаловать в passé composé, святое время французского языка, потому что с него начинается обычно наше знакомство с французским, практически сразу нам говорят, что в французском языке есть времена, что мы должны говорить в прошлом, и вот оно, время прошлое, пожалуйста, прошедшее. В французском самых основных в прошедших времен два. Это imparfait, незаконченное, и passé composé, вот оно, законченное. И мы условно говорим, что сделал passé composé, отвечая на вопрос совершенного вида русского глагола. Если очень просто, то passé composé действительно отвечает на вопросы вещей совершенных, как подчеркивает учебник к настоящему времени. Результат этих вещей, этих событий, этих явлений у нас уже на руках мы это имеем. И образуется с помощью глагола avoir, иметь. Или глагола être, есть, быть. И я либо имею что-то, и тогда это мое прошедшее, это мое прошлое, либо это я являюсь чем-то. И это мое настоящее. Так видит прошедшее время французы. Основные глаголы, которые спрягаются с глаголом être, скорее составляют исключение. Их очень мало, посмотрите, вот они. Aller, Arriver, Partir, Aller, Venir, Entrer, Sortir, Arriver, Partir, Monter, Descendre, Naître, Morir, Tomber, Rester, Devenir, Rentrer, Retourner, Apparètre, Disparètre. Иногда там появляются другие глаголы, помимо этих «деседе», там еще что-то. Все глаголы вместоименные спрягаются с этим, естественно. Давайте поделаем уже. Забуду ремарочку здесь добавить, что есть такое явление, как причастие прошедшего времени, которое помимо указанного вспомогательного глагола и завершает по секому позе как явление. Прошедшее сложное, то есть прошедшее сложенное из двух частей вспомогательного глагола. И это причастие. Какой? Сделанный. Что ты имеешь сделанным к этому уроку? Так француз спрашивает, что ты сделал. Сделанный, сделанным. У них по падежам ничего не меняется, поэтому все время будет fait. Qu'est-ce que tu as fait? Вот оно типичное французское прошедшее время. Он спрашивает, что ты имеешь сделанным. А ты говоришь урок сделан. La leçon est faite. И тогда ты согласовываешь причастие прошедшего времени fait с женским родом урока. La. При être это всегда происходит, об этом ремарка и говорит. Давайте сделаем упражнение. Дайте, по секунду позе, следующий глагол. 3. Лица, единственная шла. 3. Лица, единственная шла. Так, смотрите, нужно сказать. Вот. Есть три Tschüss. Я – я – вы. Я – вы. И другие, которые, они, отзываются. Дannой Морой. Они внули, 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 они внули. Они внули. все-таки чаще всего, «ils ont conduit», «ils ont prévenu», да, 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 не помните про это, «ils ont été», «ils ont aperçu», «ils ont offer», «ils ont plu». А теперь скобки раскрываем. Кто écrit этот артикль? «Ils ont monté en voiture sans partir à grande vitesse». Многие спрашивают, а нужно ли добавлять местоимение? Да, нужно. Хотя можно в разговорном варианте услышать и «ils ont monté en voiture» и «ils ont parti» «à grande vitesse». За réponse est venue la première. «Elle a lu tous les romans de Balzac. Cette pièce ne m'a pas plu. Je n'ai pas pu l'attendre. Nous sommes sortis sur le balcon. Avez-vous entendu ma question? Ils nous ont promis cela eux-mêmes. Il lui a fallu une heure pour finir ce travail. À quel hôtel êtes-vous descendu? À quel hôtel sont-elles descendues? «Comment avez-vous dormi cette nuit? Vous êtes-vous bien endormi? Vous êtes-vous vite endormi? Pourquoi n'as-tu pas mis ta nouvelle robe? » «Elle est entrée à la faculté de médecine. Qu'avez-vous fait hier soir? Ils n'ont pas voulu lui demander pardon. «Nous sommes nés le même jour. Je l'ai appris trop tard. S'il a dit cela, il a menti. Quand a-t-on construit ce stade? » « Donc, n'as-tu pas tenu ta parole? Il ne m'a pas prévenu de son absence. Claire n'est pas encore revenue de la campagne. Nous ne l'avons plus attendu d'une heure. Nous ne l'avons plus attendu d'une heure. Nous ne l'avons plus attendu. Nous ne l'avons attendu plus d'une heure. Nous l'avons attendu plus d'une heure. » « Pourquoi ne l'avons plus attendu d'une heure? Nous ne l'avons plus attendu d'une heure. » « Pour vous, je ne peux pas être plus d'une heure. Je n'ai pas retenu cette règle. Ce livre m'a paru peu intéressant. Ses vêtements sont devenus trop petits pour moi. Hier, nous avons eu une petite soirée qui vous a ouvert la porte. « Je n'ai pas vu ce film. Où m'avez-vous conduit? Elle est morte très jeune. Pourquoi s'est-elle fâchée contre vous? » « Il a pris un formulaire dans un tiroir et l'a tendu au visiteur en lui demandant de le remplir. » « Ils n'ont pas su le retenir. Elles sont restées chez nous jusqu'au soir. Il n'a plus le matin. » « Ils nous ont aperçus de loin. Elle n'a pas été prévenue. » Voilà. « А что тут? Attention! 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 Если придумать глаголом, который вот чуть выше у нас названы глаголами, которых надо просто запоминать в одном блоке, чтобы их не забывать спрягать с «être», так как они спрягаются с «être», ибо это глагол имени «être», потому что они спрягаются с «être», добавить к таким каким-нибудь глаголам прямое дополнение, ну, то есть, я имею в виду, взять и какое-нибудь дополнение без предлога поставить, какое-нибудь существительное добавить к нему, прям сразу, так что без предлога, без предлога, без предлога. Вот тогда получится, с авуаром спрягаются они, ну, посмотрите, монтаж, подниматься, а вот возьмем, добавим какое-нибудь слово там, например, по улице, и все, уже будет авуар. Ильдесендро, спускаться, добавим лестница, река, все, будет уже авуар. Сортил, рентр, та же история. Сейчас мы увидим все это на практике. Поставьте пасекомпозе в глаголах, в скобках. Ильсен монтей о дерьнир этаж дулатур. Ведь они сон, потому что они поднялись. Л'аскенсор леза монтей о дерьнир этаж дулатур. А здесь леза монтей. Почему леза? Потому что прямое дополнение, он их поднял. Не поднялись же уже, не являются они. А над ними действие совершено. Активное действие над ними совершено. Поэтому авуар активное действие, это пассивное состояние. Ильсен монтей, пардон, ils он монтей сет машина в нём, и они не залезли в эту машину, они её собрали за месяц. И вот оно, прямое дополнение. Соответственно, после глагола монтей, который становится переходным, который имеет при себе прямое дополнение. Соответственно, существительное в винительном падеже без предлога. И вот у нас уже авуар. Ильсен монтей сет машина в нём муа. Эль ла монтей лез келет дефисима. Ильсен монтей у ау вагон. Потому что они уже сами, да. И вот предлог мы видим. Там без предлогов, здесь предлог. Иль ла монтей, келка марш и сет ротурной. Потому что опять, она промонтировала несколько ступенек, да. У нас в тёпу несколько ступенек, у меня нет в тocracy. У нас нет там шмела. Из Продолжение следует... Да, смотрите, он его... он спустился с мотоцикла и его завел во двор. Здесь он пассив, да, потому что он спустился, себя спустил и сам оказался в состоянии пассивно спущенного с мотоцикла. А во второй части предложения, естественно, он завел его уже, да, и rentrer, спрягающийся с этим, начинает спрягаться с собой, потому что прямое дополнение, кого лата? Мотоцикл, естественно. Продолжение следует... 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 Лескалье, поскольку есть лескалье, все, прямое дополнение, только avoir. Медленно это обычная наречия, поэтому ставим после глагола avoir. Аvoir только глагол здесь, да, партизи пясе, это бывший глагол, он секунду назад был глагол, теперь это просто причастие. Когда я говорю monter, это глагол, а когда я говорю monter, это уже причастие глагола monter, первой группы, тогда это, естественно, подразумевает под собой уже не глагол, а причастие прошедшего времени. Поэтому мы до него, получается, будем ставить lentement. Она быстро поднимается и остановилась. Я с вами сейчас живущу, я еду, я же лейтвое на дороге, я еду. Мы встали на дороге до налога до под swipe. Это следующий этаж старается, который в заряде глинат. В getting close, они подошли в его машину. Она спустилась туда на лифте. Она спустилась 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 на лифте.